События дня Эпиграф 1 Коринфянам 15.13 Если нет воскресения мертвых То и Христос не воскрес Это у нас За 27 апреля 17 года Сергей Игнатов Пишет Я многое узнаю От тебя, Игнатий Тихонович И не рискую быть обманутым Потому что все Сказано тобою во свете Святой Библии Но меня иногда посещает Дух негодования Когда слышу на тебя клевету Невежественных, не считающих Святое Писание людей В том числе из моего окружения Все это нападки бесов Которые возводили Ложь на святых людей по зависти к ним Что с ними Бог Да хранит тебя и ближних Господь Если Бог даст И жив буду То приеду к вам потрудиться Во славу Божию И обнять тебя Отца Мир тебе, Игнатий Тихонович И всем помощникам Вели благовестия и радости Жизни во Христе В Святом Писании Написано О неизменяемости Вечного Бога А падшему человеку Дана свобода Выбора изменяться Восстанавливая в себе Образ и подобие Своего Творца Или застыть В своем развитии А то и хуже Деградировать Мне дорог Такой последователь Христа Которого я вижу В твоем лице Ищи Из которого Обнаружу Свои слабые места Дабы прикрыть Их с Божьей помощью Духовным И телесным трудом Вчера выставили Один ролик Он называется Воскресное собрание О жизни в деревне Заявление Это за 23 апреля В Потеряевке было И тут у меня указано Просто Воскресное собрание О жизни в деревне Зарядите Послушайте Как в деревне У нас проходит собрание На 50 минуте Зачитывается заявление Козловых Сергея и Татьяна И дается пояснение Как Что и почему Один тут мне Сбрасывает материалы Он там написал Стихотворение Вот такая есть Анастасия Звенящие кедры И это вот Дает как бы Импульс Ему Задуматься Я ему Пишу на это Никакой Анненербо По-немецки Это Наследие Предков А полное название Немецкое общество По изучению Древней германской Истории И наследия Предков Организация Существовавшая В Германии С 1935 По 1945 Годы Созданная Для изучения Традиции Истории И наследия Германской расы С целью Оккультно-идеологического Обеспечения Функционирование Государственного Аппарата Третьего Рейха Далее поясняю Безбожник Мегре Он лжет Напропалую И пишет так Что Полоротые Поверили в существование Звенящих кедров В первую очередь Никакой Анастасии Нигде нет Люди пишут письма Проще Ну написал Ну нет ее Нигде нету И он сам говорит Я просто сочинитель Извинящих кедров Никаких нету А есть просто кедры Но просто кедры Не нужны Их пилят И не будет кедров никаких Совсем никаких А иные думают Что это секта какая-то По образцу Дворкинских столовых Все бред и ложь Иеремия 2.13 Я места Которые Писание Зачитываю Если у вас Есть возможность Старайтесь записывать А потом Несколько раз повторите Оно немножко Останется в голове Под темечко Загнать эти слова Ибо Ибо два зла Сделал народ мой Меня Источник воды Живой Оставили А высекли Себе Водоемы Разбитые Которые Не могут Держать Воды Не могут Они держать Воды Выдумка Это Вот Есть хорошая Очень книга Отец Арсений Ну просто Верят все Но это выдумка Не было Отца Арсений Никакого Нету нигде Ни одной фотографии Ни места захоронения Ни одного ученика Нигде ничего нет Но написано хорошо Я его сам насчитывал Это собирательный образ А Анастасия вообще Ни собирательный Никакой Выдумка Если пишет Кавказский пленник Лев Николаевич Толстой То тогда было много Пленных Попадали они И он Одну историю Берет и пишет Ну называет Жилин и Костылин Тот на костылях Все время Который боялся Шага сделать Сидел в яме А этот Жилин Все-таки убежал И ни рубля не заплатил Исайя 66-4 Так и я употреблю Их обольщение И наведу на них Ужасное для них Потому что я звал И не было отвечающих Говорил И они не слушали И делали злое В очах моих Избирали то Что не угодно мне Вот эти разбитые водоемы И там елозят губами По пыли Нету там ничего Там трещины Сквозные Второе Тимофея 4-3 Ибо будет время Когда здравого учения Принимать не будут Но по своим прихотям Будут избирать Себе учителей Которые Сили бы слуху И закиняли Тринадцатая глава Восемнадцатый стих Я беру из разных Пророков Показываю Их единство Одинаковое И в Новом Завете И скажи Так говорит Господь Бог Горе Сшивающим Чародейные Мешочки Под мышки И делающим Покрывало Для головы Всякого роста Чтобы уловлять души Неужели Уловляя души Народа моего Вы спасете Ваши души Так говорит Бог Саваов Вот я вчера Написал маленькое письмо Братья Ну Ознакомлю Чтобы Ну как переписываются люди Что главное Никита Ты забыл Звонить мне В 4.40 И он сегодня звонит Чтобы не проспать Я будильник не слышу Поэтому мне звонят На стационар В стенку стущат В 4.40 И Никита Из Потеряевки Набирает Мобильный телефон И звонит Но я не вижу Знаю что 7 звонков И он прекращает Напиши подробно Как отсюда выехали Как дорогой было В коробке Двух кошек отправил И как встретили И как провел там ночь И кошек В подпол проводили Или сразу Научить ходить Боюсь Чтобы они не начали Оставлять свои следы В комнате А это от вас зависит Дня через два Можно будет их выпустить В сене Вынуть кляпы Задушенные Из погреба На веранду И там еще Продержать хотя бы день А потом попробовать И двери открыть И под полом Все отдушены Чтобы там не мог Пол Из стены Мира вам и согласится Видите Такое маленькое Незначительное Но они этого не знают Выпустили А она не ознакомилась В комнате Побежала Да и пропала Бесследно Я сразу показываю Сейчас наши ресурсы Вот Будет кто смотреть То будет это видно Вот это мой мир Вот я В шапке Сюда можно заходить Спрашивать Ну спрашивают Тут в основном Что-то о крещении Там или о книгах Другое Это у нас форум Православный форум Игнатия Лапкина Просто зарядите В этом В гугле Или в яндексе И выйдете Очень богатый Подробнейшим образом Любая тема Ну 1600 тем Но сейчас сказать Какие тебя интересуют темы Ну если перечислять Ты 10 перечислил А ты 1600 Притом Если тема То по ней берется все Что только было известно Это не просто сказано Вот у меня если 18 том открытым оком Я разбираю Коран По сурам и аятам Это главы и стихи Весь Коран В сравнении с Библией Лучший перевод Какой только есть Крачковского Вот Лучший перевод Повторяю И за 1300 лет Что о мусульманах Было сказано Вот какая работа Была проделана У меня нет Духовного образования Я просто люблю Господа и Библию Далее У меня описано О евреях Я разбираю Талмуд Слышали такое Слово Талмуд Так слово Талмуд Это не книга Это 12 книг Ну что Голова закружилась Я его разбираю По их Там какие Там По перекупам Аммония Там отдельное Название И в сравнении Со Святой Библией В сравнении И Чтобы когда ты Это услышишь Ты больше и близко Не приближался К тому что тебе Ну непонятно У меня есть Подаренный Коран С разными Разъяснениями И прочее И что Об евреях Было сказано За 3600 лет Поэтами Писателями Политическими Деятелями Царями Ну 3600 лет Вся доступная Литература Была промолочена И из нее Взята в мои книги Это 23 24 25 Это мы Открытым оком Вот Что такое форум Я показал Теперь Канал Наш Видеоканал Ну тут Я не знаю Стоит на одном месте Он уже не подсчитывает У него видимо Ресурсы кончились Стоит несколько дней 30 роликов Пришло Новых А он Стоит и цифра Одна и та же 7000 у меня 7000 роликов Своих Ну Просто Система видимо Не выдерживает Это Нет Расчет на такое Количество Вот Просмотров 6 миллионов 140 тысяч Ну это тоже И подписчиков 6800 Наш канал Отнесен к средствам Массовой информации Вот заходите Вы здесь найдете Очень много Тем более Все по плейлистам Система Очень Очень хорошо Сделана Я вот сравниваю Свой форум Ну с другими Даже сравнивать Не с чем Какие-то Контакты Вот есть Одноклассники Это как пустое место Здесь доступно Всем Вся переписка Вопросы И это и вопросы Ни один Ни два Тысячи Это все на форуме И все на сайте Ну и дальше У нас этот сайт Он так и называется Во свете Библии Во свете Библии Православный Библейский сайт На него зашел Только тут Если нажать Здесь вот Православный форум На него вылезешь Сразу Видеоканал На него Выйдешь Сразу И тут Дают 4124 Ответа И вот этими Ответами Сейчас у нас Будет дополнено Здесь Это у нас Что? Взаимоотношения Незаконченная Тема Я по одному Вопросику Вытаскиваю И буду говорить Вот так Вопрос 3976 28 том Открытым оком Кончатся ли Упреки Разно стоящих После Воссоединения Это Патриархия СРПЦЗ Православной Зарубежной Церкви Или ждать Когда похоронят Этих Непримиримых Ответ Мне пришлось Проповедовать И вести занятия По изучению Слова Божия Почти В бесчисленных Аудиториях Разных городов И за границей Пока люди Сами не примут Христа Своим спасителем Умершим за них Пока лично Не пожелают Воскресения Из мертвых Все убеждения Бесполезны Я еще раз говорю Я говорю о благодати Божией Которую Бог дает Вот я начну говорить Как велика Благодать Божия Но люди-то Ничего не имеют Они от злобы Лопаются От зависти Вот у нас В Барнауле Пять отделов Милиции Пять районов Отдельно Городское УВД И отдельно Краевое Речь идет О тысячах Сотрудников Офицеров И никого Там не было Кроме меня Притом регулярно Проводил С ними занятия Со всеми По пяти отделам Городском И краевом отделе За мной приезжают Бывает Тему Назначен Экстремизм Или еще что-то Ну у кого Это было? Почему Яков говорит Покажи мне Веру Без дел Твоих Бездельник А я покажу Из дел Моих Загибай на пальцах Дальше то что? Дальше Все воинские части Воинские части А это не два человека Были охвачены мной За мной приезжали Полковники Увозили Я выступал у них Все кинотеатры Какие есть Полные Переполненные Вот считай на пальцах Все заводы Какие есть Во всех выступал Собирали рабочих Фабрики Пять университетов Это регулярно Два раза в неделю Иногда По два часа Загибай на пальцах Пальцев не хватит Институтов Все техникумы Десятки школ Десятки Ни два Ни две Ни три школы Притом они там В школах делают Два-три класса В один класс Я проведу занятия Через коридор Перехожу В другом Это здесь и в Новосибирске В разных городах Притом В прокуратуре В КГБ Смотри где я говорю Чтобы не было Дальше В больницах В больницах В лагерях В тюрьмах Я беру свой край И другие Которые Это все лежало на мне И при том При всем при том Никуда не являлся С пустыми руками Я везде приносил Рюкзаки Библии Новых Заветов Если со мной Никого не было Это невозможно Скажут Да невозможно Я одновременно вел Три радиопрограммы Три Две онлайн сегодня называют Одна Воскресная Часовая Прямо в прямом эфире Я сижу перед микрофоном И тут же на вопросы отвечаю Ну у кого Где было До этого Никогда не было За всю историю Христианства Почему Бог показал Величие свое Притом и у баптистов И у православных И в храмах И я не могу назвать место На площадях Возле храмов В Москве В метро В храме Василия Блаженного Там возле Кремля Храмы Где Даже на территории На территории Кремля Пришлось немного сказать Это и Третьяковская галерея И в Санкт-Петербурге И Исаакиевский собор И Петергоф Ну нет места Почему Бог Бог возвеличил Слово свое Моего там ничего нет Повторяю У меня нет Никакого образования Духовного Никакого И вот Такой был спрос В то время Я не говорю Что там За это же время Выходят книги Это не 2, не 3 А 43 тома По 752 странице Это невероятно И невозможно И поэтому Ничего моего Там и нет И в это же время За 9 лет Были написаны По 9 куплетов По 36 строчек 3467 Сихотворений Я тебе говорю К тому Что вот Когда кончатся упреки Да никогда не кончатся Эти люди Эти люди не могут терпеть Если кто-то рядом С ними встанет А тем более На один шаг вперед Они бесталантные А почему Несвободные Таланты развиваются Там где свобода Где Дух Господень Там свобода Когда ты не будешь смотреть Ни на какие лица Вот Андрей Кураев Это увидел Он приезжал ко мне Вот сюда за книгами У него все мои книги есть И он говорит Игнатий меня пронес По всем кочкам Я 120 раз Упоминаю его имя И почти нигде положительно И несмотря на это Он дал самую высокую оценку В моей миссионерской работе Назвал высшим Лучшим Там непревзойденным Я ничего за собой Этого не знаю Я могу только сказать Что грешный Многогрешный Супергрешный Но Я к чему говорю К тому что это может Каждый сделать Там где находится Тем более В это же время У меня встречи идут Со священниками С архиереями Вызов в Америку Там сколько пришлось Ездить выступать И даже Где Радиостанции Голос Америки В типографиях В домах мод Я перечисляю где Даже Ну я иду по городу Места нет Где бы не пришлось проповедовать Даже места не могу найти Ну а у тебя образование И прочее Чего что сидишь то Ну цариса Савская пришла Она на суде Божьем будет Она такую даль пришла Женская Такая Славая природа Златоуст говорит А вы дома сидите Рядом Рядом Только включи И на нашем форуме будешь Вы другим то это передайте У меня не просто опыт А супер опыт Кроме того С книгами Проехал И дарил везде Начиная от порта Находки Владивосток До Лиссабона Прошли Турцию Шесть мусульманских республик Скандинамию Прибалтику И север Ну это невозможно Это абсолютно невозможно Почему Бог Бог все может делать Повторяю Написано Хвалящийся Хвались Господу Что знает Господа Я еще раз говорю Это Бог Мой Бог Великий Бог И Его все сделал Там нет ничего моего И это все ответы Давать А это не два Не три ответа Повторяю Только здесь И в это же время В храмах проповедовал Более трех тысяч Почти четыре тысячи проповедей Все понимают Это абсолютно невозможно И когда первый арест был То Московское КГБ Считали Что трудится Несколько отделов В разных частях Сибири И когда арестовали Оказался один Ну не один же Конечно Помогали пленки доставать Начитывал один Другие Вначале читать не получилось Распространять помогали Каждую пленку украсить Проклеить ее С картинками С надписями С вырезками Все с выдумкой Интересно И все понимали Что это талантливо Таланты там Где свобода Когда ты Никого не боишься Ни перед кем Не горбатишься Ты прямо говоришь Как пророк Михей Так сказал Господь Что сказал Господь То и я возвещу вам Но в это же время У меня действовал лагерь Лагерь Единственный в России В это же время Мы начинаем строить Единственную в России Деревню Православную Повторяю Православную По всем канонам Чтобы жить В это же самое время Которое я сейчас называю Да где время было Сократить Сон был Около двух с половиной часов В сутки Я показываю Возможности Человеческие Когда с ним Бог Я говорю Как о постороннем В третьем лице Ничего Из этого Своим Не признаю Не то Что говорю я это А это действительно Так Я не понимаю Даже это Что бы я гонялся За какой-то славой Что это мне даст И притом Ненависть И от священника Были Откуда только не было Даже сказать Трудно И вот эти вопросы Которые здесь Это были вопросы Заданные Или Выступало еще и Телевидение На телевидении я был В газетах В журналах Везде выступало Статьи были Центральных Местных Зарубежных Мне пришлось Проповедовать Вести занятия По изучению Слова Божьего Почти в бесчисленных Аудиториях Разных городов И за границей Заново читаю Пока люди Сами не примут Христа Своим спасителем Умершим за них Пока лично Не пожелают Воскресения Из мертвых Все Убеждения Бесполезны Ну а было так Что вот говорили И никто не обратился Да в это время Мы шли еще По квартирам Тысячи квартир Прошли Некоторые могли Только раз А я ходил Каждый день Каждый день Сотни квартир По 8 этажей Никогда на лифт Не садились Надо бы Народиться свыше И тогда все Побочное Затушуется И сгинет Это мой ответ И останется Христос и ты Сидящий У ног его Никто Никого Не призывает Умильно Ожидать От этого Более Мистика Ритуального Чем политического События Каких-то Особых Материально Прагматических Последствий Это я беру Выдержку Более того С чисто Материальной Точки зрения Слияние Патриархии Зарубежной Все стремительное Разливающегося Российского Моря С последствиями С последними каплями Белой Эмиграции События Не вполне Даже подходящие Под определение Воссоединения Церквей Здесь Уместнее было бы Услышать Присоединение Или восстановление Но Произошло-то Совсем-совсем Иное Невычислимое Арифметически Свершилось Нравственное Выравнивание И взаимопризнание Идейных Позиций Слава Иисусу Христу Свершилось Нравственное Выравнивание И взаимопризнание Идейных Позиций Почти Век Оспаривающих Друг у друга Право на истину И для понимания Величия Происшедшего Потребна Иная Линейка Ценностей Нулевой Отметкой Каковой Должно Послужить Уяснение Причины Спора Безумный Семнадцатый Год Беспримерная Смута В умах И сердцах Бьющихся За власть Бесподсчетная Драма Последовавших Десятилетий Все эти Необозримо Слезные Кровавые Страдания Обессмысливают Затянувшиеся Юридически Парисейские Взаимоупреки И толкования От легитимности Выборов Патриарха Тихона До захвата Храмов В начале Девяностых Годов То есть Патриархия Захватывала В Израиле У русской Зарубежной Церкви С полицией Их выбрасывали То есть Ну они По другому Не могут Это Сергеянская Была политика Соединение С властью Они Без власти Никуда Вот эти Законы Принимают Сейчас Против Там Иеговистов Это Все Оттуда Идет Ведь Административный Разрыв Едва Не повлекший За собой Новый Церковный Раскол Как раз И прошел По все Тому же Древнему Фарисейскому Искушению Отдавать Кесареву Главное Раскол Да Тринадцать Новых Юрисдикций Появилось После этого Больше Половины Людей Не согласились Христос Ответил Отдавать Но Как можно Было Благословлять Антихристианскую По своей Природе Силу Как Можно Было Молиться За сатанистов Христоненавистников Искавших Убить Не тело А народную Душу В том То и Ужас Что Власть Наступала Не Кесарева А Иродова И однозначного Ответа Тогда Никто Не знал Для Меньшинства Оказавшегося Чужестранном Рассеяние Русское Время Остановилось Их Подвиг Сошел В стоическое Хранение Вынесенных И вывезенных Ими С проигранных Полей Сражений Знаменных Оругвий Вот я был Когда в Синоде В Нью-Йорке Я говорю Скажите В собрании Там было В Жорданвильском Монастыре Я выступал Объявление Было Развешено То есть Они приняли Меня по Самому Высокому Чину Сразу Приглашение От Метрополита Было В Италии В Америку И в Канаду Они любят Уздиков Христов Я говорю Скажите А вы Те самые Которые Сохранили Все Как было В России Они говорят Да Все Так Есть То есть Вы чем-то Отличаетесь От дореволюционных Они говорят Нет Мы сохранили Это все Я говорю Теперь я понял Главное Это виновники Вы Потому что То что там Было Это подвело Под купол Под монастырь Люди Не знали Евангелия Чаще Исповедуйся Чаще Причащайся И вы Это сюда Перетащили Этим Заразили Других Люди Писания Не знают И все еще Держишься За мертвый Славянский Церковно Славянский Язык Раз вы Те же самые Значит вы Ничего и не поняли Вас еще Бить и бить будут Вот они Тут на меня Смотрели Раскрытыми Глазами Кого они Пригласили Меня же Они оплачивали С миссионерского Фонда Но у меня Друзей там Появилось сразу Сотни Врагов Настоящих Почти не было Потому что Со мной был Сегодняшний Вот который Иларион Он тогда был Секретарь Синода Мы близко С ним сошлись Он обещал Даже приехать А с митрополитом Италии Мы и с ним Вместе Мы пили И ели вместе Так что Есть что вспомнить Для большинства Попавшего Под пленение Война Война Продолжилась Тяжкая Страшная По потерям Затянувшаяся Не на одно поколение Порой До приступов Отчаяния Изматывающие Отступлениями И уступлениями Война Уже не физическая А духовная Для рассеянных Непримиримость С коммунизмом Даже в малом Неотступчивость От буквы Являлись Главным Самооправданием Для плененных Утешением Служило видимое Выдыхание И вырождение И интернационал Троцкизма С постепенным Возвращением Пусть искаженной Искалеченной Бездуховностью Но государственно Традиционной Русской Имперскости Они стояли Мы отстаивали Кто был чище Патриарх Сергий Посылал Сталину Поздравления С годовщиной Октября А зарубежная Церковь Прищищала Сотрудников И соратников Гитлеровского Фашизма Кто же был чище И сегодня Однозначного Ответа Никто не знает Но все же Как можно было Молиться За хрестоненавистников Искавших Убить Не тело На народную душу Судить не нам Но мы Жившие И живущие На своей земле Теперь можем Имеем право Засвидетельствовать Промыслительность Принятого Когда-то Нашими Иерархами Гражданского Крестоношения И сегодняшнее Воссоединение С непримиримыми Хранителями Законничества Есть признание Ими Нашей победы Впервые Открыв для себя Русскую Эмиграцию В конце Восьмидесятых Я был поражен И придавлен Пафосом Ее обличительства Американцы Аргентинцы Австралийцы И французы Партиями Прибывавшие Из-за распахнувшегося Занавеса Они так страдали За матушку Россию Так призывали Нас к духовному Возрождению И народному Покаянию Так убеждали Что истинное Православие Только у них Там Где-то В тридевятом Царстве Тридесятом Королевстве А здесь Слышь КГБ Экуменизм Достижательства Сцены Аудитории Вузов Школы Клубы Лагеря И дачи Сколько же Публики Тогда Собирали Они на своих Выступлениях Им Рукоплескали Ими Восхищались Гордились Знакомством Звали вернуться На столь горячо Любимую Родину Но Завершив Турне Все Страдающие Возрождающие Кости Неблагополучно Отбывали К себе Во Францию В Америку В Аргентину Оставляя За собой Шлейф Осуждения Священно Начали Растревоженные Клириками Перебежчиками В зарубежку Прихода Смуту В оценке Истории Своей Родины Своего народа Ведь еще Не разбирались Мы не умели Разрешить Того Что три волны Эмиграции Из России Имеют Различные Природы Первая Была Действительно Вынужденной Без выбора Где жить Просто Решавшая Жить Ли вообще Вторая Не вся Но в большинстве Своем Состояла Из власовцев Полицаев И коллаборационистов Бежавших От преследований Не за Сословную Принадлежность А за Личные Военные Преступления А Пребывающие К ним Чуть позже Диссиденты Зачастую Являлись Или агентурой ЦРУ Или КГБ Или всех Спецслужб Разом Третья волна Перестроечная Экономическая Уже вовсе Шкурная О ней Здесь И нет Речи Впрочем Последняя Не особо Страдает Из 60 Тысяч Русскоговорящих Жителей Санкт-Франциско На воскресную Службу Приходит Менее Процента А остальные Не портят Уикенд Ранним Вставанием Так вот Эмиссары Покойного Ныне Метрополита Виталия Активисты Скаутского Орюр Движения Белоказаки МТСовцы И прочие Страдающие И возрождающие На перебой Выдавали себя За белую Миграцию Практически Ушедшую К тому времени В лучший мир На самом деле Являясь Урожденными Укорененными Американцами Англичанами Или французами Русского Происхождения Либо же Детьми Власовцев И при этом От священных Имен Владыки Иоанна Максимовича И Ивана Солоневича И Ивана Ильина Они страстно И гневно Требовали От нас Всенародного Покаяния За цели убийства И сотрудничества А самое главное Призывали К возрождению Но возродиться Может только Умершая Как может Родиться Небывшая Серахва 23.30 Когда Несчастивый Проклинает Сатану То проклинает Свою душу Тут номера На один номер В книге Ниже Здесь 22 глава То в книге Может быть 21 Римлян 2.1 И так Неизвинителен Ты всякий Человек Судящий Другого Ибо Тем же Судом Каким Судишь Другого Осуждаешь Себя Потому что Судя Другого Делаешь То же И стихотворение Из сверстников У каждого Свой Пик И Пик Рис Возник До Срока В гроб Сыграли Скрылись В яме А мне Нескромному Несчадно Повезло Святая Библия Приблизилась Вплотную Открылась Тайна Что Во мне Все Зло С тех Пор Счастливы Во Христе Ликую Смерть Каждого Из сверстников Моих Ко мне Стучалась Вызванная Мною Сейчас Встречется Христом Как Вспышки Миг Когда Святой Кровью Грех Мой Смоет И Прошлое Ущельем Отделилось Рождение Свыше Обновило Разум На Первое Свидетельство Дал Силы Быть Виноградники А не Зевакой Праздным Строитель Сторож Воин И Рыбак Все Должности Моих Духовные Свернуло Разнес Кусков Господних Короба Сам Видел Оживлявшиеся Трупы За что Такие Милости Избрания Не по делам Бог Чудом Осенил Есть Бог И суд Об этом Слышал Раньше Но Через Библию Все Воплотились Сны Лишь Детям Сверстников Скукоженным В щеду Могу Дарить По Новому Завету Но К Свету Истины Пока Что Не Идут К Отцам Погибшим Тянутся Не К Свету Это Вот Один Вопрос Сразу Уношу Второй Вопрос Видите Как Подробно Дается Вопрос 3980 28 Том Какую То роль Играли Публикации О переписке Между Думя Шестями Русской Церкви С чем С чем христовые ссылки на Библию, а просвещение людей через повсеместную проповедь. Ни звука. Потому что это от ума человеческого, а не от Духа Божия. Хотя из любого письма можно взять полезное и обратный вывод сделать. Понять, как нельзя поступать. Письмо профессора философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Фирсова, священнику Русской Православной Церкви за границей. Он пишет. Глубоко чтимый отец А. Ну, Александр. Недавно получил ваше письмо и спешу ответить на него. Вопрос вновь поднят и вами о том, возможно ли, если возможно, то на каких основаниях осуществить объединение церкви действительно непросто. Однако я полагаю, что сложность эта заключается не в том, в чем видите ее вы. Не в позиции священноначаля Московской Патриархии, отказывающиеся принести покаяние за многолетнюю ложь и поддержку богоборцев и за полагетику безбожьей советской власти. По существу прозвучавшие обвинения обвинения не только советских иерархов, но и простого верующего народа, считавшего и считающего ныне этих иерархов своими пастырями. Не забудем, верующие принимали сирианских епископов, ходили в сирианские храмы, причащались и исповедовались у сирианских священников. Им, этим верующим, равно как и потомкам их, тоже следует покаяться в церковной своей близорукости или все-таки в целях экономии они достойны прощения? Вопрос, разумеется, риторический, но, несомненно, принципиальный, ведь церковь – это не только иерархия. Конечно, обвинять кормщик за то, что корабль сбился с правильного курса и плывет не так и не туда, возможно, но ошибкой будет воспринимать команду лишь как собрание молчаливых исполнителей, безгласных и слепых. Или следовать логике старообрядцев, некогда говоривших, что понуждение и облегчение бывает. Нет, если уж говорить о вине, то всех. Место экономии должно заместить акривие. Акривие – это строгость. Вот это абсолютно правильно. Что из этого следует? Вы убежден, прекрасно понимаете. Но это к слову. Не менее важно найти ответ на иное вопрошение. А судьи кто? Кто им дал право оценивать правильность поведения живших в вавилонском плену в советской богоборческой системе? Вот спрашивают, кто? Судьи, кто? Святая Библия, пророки апостолов, которые... Второе. Труды святых отцов. А это 300 томов. Что они говорили? Далее. Вселенские соборы, поместные книга правил. И по житиям святых прямо называется. Вот, то есть, четыре параметра. Впрочем, не стоит спешить с упреком. Необходимо спокойно и по возможности здраво разобраться с основным. Что нам мешает объединиться. На мой взгляд, основная проблема заключается в социально-психологических стереотипах. В том, что мы продолжаем мыслить схемами прошлого, выдавая за принципиальность собственную косность и желание оказаться принципиальными. Часто мы не хотим понять, что жить только ностальгией по разбившейся в 1917 году Великой Империи и чаять ее восстановление, хотя и красиво, но, увы, наивно, что былое требует дум наконец, что необходимо осознание своей личной ответственности за настоящее. Именно эта ответственность и должна заставлять нас, преодолевая всевозможные препятствия, стремиться к излечению старых болезней непонимания и отчуждения друг от друга и к преодолению разобщения ставшего одним из трагических итогов русской смуты 20-го столетия. Вернемся теперь к нашим разногласиям. Я вынужден вновь вспомнить о сергианстве, ибо вы, отче, подчеркнули, что оно не преодоленно в московской патриархии до сих пор. В свое время я писал на эту тему, выпустив книгу «Время в судьбе» о генезисе сергианства в русской церковной традиции 20-го века. Вы знаете, что увидевшая свет в русском церковном издательстве она была с интересом принята и первой рамкой в русско-зарубежной церкви владыкой лавром. В этой книге объясняю, что вкладывается в понятие сергианства, я отметил, что своего рода извращенный атеизмом византийский грех, стремление православной церкви найти себе место в политической структуре государства и одновременно стремление государства оказывать влияние на ход внутри церковных дел. Не вдаваясь в объяснение приведенного определения, тому посвящена книга и вовсе не считая его единственным правильным. Я дальше его не буду считать, просто покажу места писания, тут многовато одному считать. Я продергиваю и выделяю. А вы сами посмотрите. Ну, именно об этом мысль идет. Киреев что говорил. Вот. Тут и Ленина, и Тихона всех затрагивает. Вот это все нужно будет просчитать. Тут много места, из каких книг берут, все это декларации. Вот так. Большое письмо батюшка написал или накатал. Самыми добрыми пожеланиями и спрашивай ваших молитв искренне ваш эст фирсов. Я беру из три места писания. Эсфирь, Иов и притчи. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. Вот и все. Вот так и зарубежная церковь я к этому отношу. Иов 34, 24. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их места. Вот и все. Это будут другие люди, избранные более примирительные. Притча 18, 18. Первый в тяж без своих прав, но приходит соперник его и исследует его. Ну, раз исследует, надо смотреть на исследование. Как худо и нехорошо весьма историю уроками шутя пренебрегать. Врасплох застанет жесткая зима, на те же самые напоримся рога. Христос невеж предупреждал сурово, что, если не покаяться в соделанных грехах, ждет та же гибель окаянства прорва, скорбей неисчислимых вороха, о революциях и войнах речь впритык, неисследимо исследовать доступно, не быть слепым, как под землей кроты, прожив для выгоды продажи купли. История в прошедших катаклизмах застряла на страницах древних книг, не в замогиле, но оно так близко неосторожных всасывает вмиг. Как к одному один на нашу перфокарту наложатся события с моим участием, не пренебречь бы запоздала с партой, перед бедой не спасовать бы пятясь. Библейские расправы с иудеей подкладывают пищу к размышлению, творят то самое, на что же я надеюсь, придет опять щемас свой Гитлер Ленин, и содрогнутся полыхая горы, расплавятся под натиском гордыня, кузнец-пловенщик распаляет горны, все тамошнее повторится ныне. патриархийный скоб их же пророки развеются с полдневной мошкарой, сегодня обличать опасно трогать, слепившись с властью проливает кровь, уроки повторения несутся чередой, и судя по всему, что происходит, концовка горькая с расплатой придет, потоп в огне, как некогда бы в водах. Некоторые места пропускаю где-то. Это у меня стихотворение 27-го было написано июня 2008-го года. Я сейчас гляну, сколько у меня места осталось. Так, еще 15 минут. Видишь, один, туда и сюда бегать надо. Здесь сейчас должен я написать 22 и 15 37. И глазом глядеть до 37-го как-то когда идет. Итак, новый вопрос. Вопрос 3715. 25-й том открытым оком. Часто ли вам пишут архиереи вообще и конкретно отзывы отзывы на вашей книге? Это мне студенты там задают в университете там или по радио. Я сейчас не знаю, откуда эти вопросы. Но видно, что люди знают, что и за границей связаны и проще. Отвечаю, не часто. Они люди весьма занятые. Было бы им чем заняться выше спасения человека. И в другом направлении используют время. Это апостол Павел имел много свободного времени для переписки. Писал Тимофея, Титу, Филимону, Мирянину. Даже пророк Илья не брезговал написать письмо. Вторая пара Парапоменон 21.12 И пришло к нему письмо от Ильи пророка. Некоторые даже не знают, что и Христос писал письма. Это прямо в житиях указывается. Не знают. А вот Илья писал, вот одно место Библии есть это. Второе пара Парапоменон 21.12 Письмо очень важная часть в управлении государством и церковью. И еще куда перескакиваю. Речь идет сейчас, как относятся архиереи к этому. Но так уж получилось, что рядом я с ними. А что-то они и в письмах пишут. Да, у меня есть благословенная грамота от митрополита, подаренная книга правил с большой личной подписью. Я уже показывал его. Рукой им написано. Нееме 2.8 И письмо Касафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревь для ворот крепости, которые при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Отсюда вывод, что как попало не рубили. Браконьеров лесных не было. Тогда разговор был короткий. Дерево, дерево. Как Петр первый говорил, если даже сворует на цену веревки, и на веревки на этой повешаю. Деяние 23.33. А те, придя в Кесарий и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Исфирш 9.30. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерксова со словами мира и правды. Деяние 9.2. И выпросил у них письма, у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет, последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Видите, все про письма говорится. Даже открытые письма придумали писать не сегодня. Но как это открытое? Но открытое письмо, это даже публикует его заранее. Хозяин еще не получил, уже можно публиковать. Тогда прислал ко мне сыновалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. Открытое письмо так и называется. Вот одно место Библии есть, но кто его знает? Нееме 6.5. Для апостола Павла письмо было основным средством общения с дальней паствой. Вот как. Поэтому еще упрекать, что я лично мало встречался. 1 Коринф 16.3. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлюсь с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Послание апостола Иакова, Петра, Иоанна, Иуды. Это самые натуральные письма. На днях получил письмо на бланке Преосвященный Иларион Капрал, архиепископ Сиднейский, Австралийско-Новозеландский, 2007-2008, Рождество Христово и наше письмо. Это тот, который сейчас первый святитель. Дорогие господи, отец Аким Игнатий Тихонович, с любовью от всего сердца поздравляю вас, вашу семью и всю общину в Потеряевке с Рождеством Христовым и грядущим новолетием. 2007-2008 год. Молитвенно желаю вам крепкого здоровья и благоденствия, бодрости духа и обилия, духовных радостей от родившихся в Ефрееме Христа, Бога нашего. Благодарю вас за ваши святые молитвы и миссионерские труды. Это-то никуда не делось, и молитвы, и труды остались. А он вас бросил, бросил, значит, бросил, не нужны. Но такого в истории не было, беспричинно бросать не бросают. Никто не бросал. Ему сказали, что нужно строчку дать, что нет здесь приходов за рубежи только есть, есть, притом не от 13 разных юрисдикций, там есть Агафангел, Пашковский, другие. А мы никуда не сдвинулись, вообще никуда не переходили. Благодарю вас за ваши святые молитвы и миссионерские труды. Хочу также выразить особенную благодарность Игнатию Тихоновичу за полученные мной и его ценные и назидательные богословские труды. Ну, кто, если против, там говорит, там, особенно, эти злобствуют на нас разные миссионеры, ну, вот, послушайте, хочу также выразить особенную благодарность Игнатию Тихоновичу за полученные мною его ценные и назидательные богословские труды. и подыскиваются в каждом слое. Да сохранит вас Господь с любовью во Христе. Плюсик стоит архиепископ Ларион. Подпись это Капрал. Не перестаешь удивляться, как все сцеплено в жизни. От архиереев нечастны такие отзывы. А тут подозрительные вопросы за рубежа от священника и чуть попозже, и ответ от архиереи тоже зарубежного. Вот вопрос мне задался священник зарубежный. Можно считать себя случайностью и так к месту, а можно принять как ответ на воздыхание моей души на мертвую зону среди священства и живой мысли и жизни. То есть они никакие. Отсылал я Лариону книги свои не раз Галатам 2.2.5 Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим и благовествовавшим благовествование проповедуемое мною язычником. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Мы ни на час не уступили и не покорились дабы истинно благовествование сохранилось у вас. То есть я перед ними не заигрываю ни с чего просто говорю открыто. Филиппийцам 1.18.19 Но что до того как бы не проповедовали Христа притворно или искренне я и тому радуюсь и буду радоваться ибо знаю что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействию Духа Иисуса Христа. Стихотворение Послал мне видение Господь Саваоф Я видел кошницу румяных плодов И голос Господень в ночной тишине Как пение арфы послышалось мне Вот смок вы созрели сказал мне Творец Израиль заблудший приспел твой конец Исполнилась мера исполнился срок Зарей кровавой займется Восток День скорби и стонов настанет для всех Рыдание сменит и песни и смех И ангелы смерти пройдут по земле И будет печаль их на каждом челе И грудами лягут людские тела Как будто по миру проказа прошла И станут их молча родные бросать И слезы прольются на каждую пять Земля нечестивой Земли нечестивой Сион трепещи Натянутые луки сверкают мечи Возмездие близко Господь Саваоф наложит десять единицу на блудных сынов На тех кто терзает и вдовы-сирот И высевки хлеба за хлеб продает И с мерой поддельной спешит на торги И братьям невольно сулить за долги От их беззакония взволнуется мир И дрогнет пространство смутится эфир И солнце затмится средь белого дня И врубящий ветхом томясь из теня Склонился Израиль и будет рыдать Как плащет о сыне несчастная мать И голод и жажда наступят тогда От них не избавит ни хлеб ни вода То голод то жажда пророческих слов Но будет безгласен Господь Сабовов От моря до моря Израиль пройдет На север и запад На юг И восход И будет Скитаться И правды Искать И тщетно Молитвы Свои Вспоминать И будет Безумцу Весь мир Как тюрьма И стоны Проклятия И вечная Тьма Эн Льдов Это Дореволюционно Еще Повторяю Это не мое Вопрос 3741 25 Как бы вы Отреагировали Если К одной Из сестер Вашей общины Посватается Старобрядец Католик Православный Московской Патриархии Баптист Или такое В принципе Невозможно Кому бы вы Отдали Предпочтение Во Как навалом Женихи пошли То не найдешь А тут сразу Отовсюду Ну что Вообразим Что так и идет Мое твердое Убеждение Что ничего Этого Уже не нужно Вот от этого Ответа Как раз Не ждали А почему Первое Коринфовым 7-8 Безбрачным Жив Дом Говорю Хорошо Им Оставайся Как я Первое Коринфовым 7-27 Остался Ли без Жены Не ищи Жены Но Каждому Дан Свой Талант Совет Не принят А дальше Ей Самой Неси Крест Твой А он Будет Очень Тяжелый Вот так Баптисты Они вне церкви Сектанты И как можно На этот брак Благословлять Заранее Обрекать На погибель Предпочтение Тем Кто близок К вероучению Это православным Из московской Патриархии Но чтобы Он был Духовно Рожден Не мертв Мы Никак Не отделяемся От официальной Церкви Верующей А только В отношении К Слову Божию Благовестию К исполнению Канона В церкви Это у меня Не один Не два Вопроса Тавит 10-12 По вопросу Потом Сказал Дочери Своей Посчитай Твоего свекра И свекров Теперь они Родители твои Желаю слышать Добрый слух О тебе Сару отдавал 3-я езра 16-45 Вступающий В брак Что не будет Рождать детей И не вступающие Как вдовцы Стихотворение Под тяжестью Несломого креста Склоняясь На место лобное Спаситель наш Христос Шел В круг него Толпа Над ним же Издеваясь Не видела Его горящих С чистых слез Не видела Как пот бежал Струей кровавой С высокого Ясного щела Толпе Свирепой Казнь Кровавой Забавой Излюбленной Забавой Была Забыли все Вокруг Что часто По учению О правде О любви Все слушали Его Учителя Теперь На казни И на мучения Как Тем христианам Во всем мире Если ныне Какие к тому Предпосылки Ответ Если просто Одиномыслие Говорить Быть под одной Главой То это вполне Возможно Но если Во Христе Быть едиными То это Никак Невозможно Пока Кто-то Будущи плотью Как Папа Римский Выдает Себя Знанаместники Христова На земле Был День Суда И осуждения Тот Роковой Бесповоротный День Когда Для Вершего Падения На Высшую Вознесся Он Ступень И Божьим Промыслом Тенимой И загнанной На эту Высоту С твоей Ногой Непогрешимой В бездонную Шагнул Он Пустоту Когда Чужим Страстям Послушный Игралищий И жертвы Темных сил Так Богохульно Добродушно Он Божеством Себя Провозгласил О новом Богочеловеке Вдруг Притча Создалась И в мир Вошла И в святотатственной Опеке Христова Церковь Предана Была Во сколько Смуты И волнений С тех пор Возвик Непогрешимый Тот И как Под буря Этих Прений Кощунство Дреет И соблазн Растет В испуге Ищут Правду Божью Очнувшись И в петлош Рассеется Мечта И ватиканский Далай Лама Не призван Быть Наместником Христа 1871 год Федор Тючих Вот кто-то Стехотворение Написал Эпиграф Иеремия 19 9 И накормлю Их Плотью Ближнего Находясь В осаде И тесноте Когда стеснят Их враги Их И ищущие Души Их Птихотворение Мы все ходили Под Богом У Бога Под самым Боком Он жил Не в небесной Дали Его иногда Видали Живого На мавзолее Он был умнее И злее Того Иного Другого По имени Егова Мы все ходили Под Богом У Бога Под самым Боком Однажды Я шел Арбатом Бог ехал В пяти машинах От страха Почти горбата В своих Пальтишках Мышинах Рядом Дрожала Охрана Было Поздно И рано Сирело Брежело Утро Он глянул Жестоко Мудро Своим Всевидящим Оком Всепрощающим Взглядом Мы все Ходили Под Богом С Богом Почти Рядом Это Павец Слуцкий Написал Так Деяние 12.22 А народ Восклицал Это Голос Бога И Человека Но вдруг Ангел Господень Поразил Его За то Что он Не воздал Славу Богу И он Быводзеден Червями Умер Божие Слово Росло И распространялось Стихотворение Эта ночь Непоправима А у нас Еще светло У ворот Иерусалима Солнце Черное Взошло Солнце Желтое Страшнее Баю Баюшки Баю В светлом Храме Иудея Хоронили Мать Мою Благодати Не имея Священства Решены В светлом Храме Иудея Отпевали Прах Жены И над Матерью Звенели Голоса Израильтян Я проснулся В колыбели С черным Солнцем Осиян 1916 Год Осип Мандельштам Псалом 78 3 И пролили Крови Как воду Вокруг Иерусалима И некому Было Похоронить Их Стихотворение Великих Зрелищ Мировых Судеб Поставленным И зрителями Ныне Исконные Кровавые Враги Соединясь Идут Против России Пожар Войны Полмира Обхватил И зарем Зловещими Светились Деяния Держав Миролюбивых Обращены Позорные Вражды Позорище Вражды Моря И суша Медленно И глухо К нам Двинулись Громады Кораблей Хвастливо Предрекая Нашу Гибель И Наконец Приблизились Стоят Предукрепленные Русской Твердыней И ныне В урне Роковой Лежат Два Жребия И Наступает Время Когда Решитель Мира И войны Исторгнет Их Всесильной Рукою И Свету Потрясающему Покажет Потрясенному Покажет 1854 год Николай Алексеевич Некрасов Вот впереди Которое Стихотворение Прочитал Я уже Запинаюсь Псалом 364 И поможет им Господь И избавит их Избавит их От ищестивых И спасет их Ибо они На него Уповают И Исаия 31.5 Как птицы Птенцов Так Господь Саваоф Покроет Защитит И избавит Пощадит И спасет Глаза Христа Спасителя Кротки Поет Органа Мирия Счастья Затянутые В хаке Штабняки Вдовя Сглотает Пресное Причастье В глазах Христовых Воинства Воинов Азарт Кончайте Паттер Месту Поскорее В планшетах Их шуршат Квадраты Карт Истерзной Пылающей Кореи Их слух Ласкает Рев Железных Птиц Стон Матерей Плащ Детей Пхеньяне Смиренный Бог Грехи Дета Убийц Всевышней Воли Отпустил Заранее 1952 год Алексей Сурков О Кто написал Эпиграф Исаи 1.15 И когда вы Простираете Руки ваши Я закрываю От вас Очи мои И когда вы Умножаете Моления ваши Я не слышу Ваши руки Полны крови То есть Вот самое главное Что нужно Приготовить На молитву Как Всем простить Ну как это Всем Да он у меня Убил кого-то Не важно Пусть имена Светущих Городов Ласкают Слуг Значительностью Бренной Не город Рим Живет Среди веков А место Человека Во вселенной Им Овладеть Пытаются Сари Священники Оправдывают Войны И без Него Презрения Достойны Как Жалкий Сор Дома И алтари 1917 год Мандельштам Оси 69 Как разбойники Подстерегают Человека Так Сборище Священников Убивает И совершает Мерзости Сборище Все Выключаю И на этом У нас Конец Кто у нас Был Ну-ка Откликнитесь На кто Только Роман Остался Никого Нет Отключаю Это да Оу Отпеляй Тех Все Есть Есть И